Множество раз фотографы обращались ко мне за советом перед своей первой съемкой, да и перед последующими. Ведь так много факторов, оказывающих влияние, надо учитывать, что мне приходилось советовать то, что во всех случаях оказывается полезным. Как, например, веселитесь, вспоминайте иногда о ненапряжности. Ну и, если быть честной, я не уверена, что подобные обобщения можно считать прям на вес золота. И вот раз такое дело, я решила предложить 5 советов для тех, кто впервые берется за фотосъемку. И начнем мы с номера 1. Отыщите естественные отражатели еще до съемки. Лично я огромный сторонник съемки с использованием естественных отражателей. Кирпичные стены, светлые здания, ковровые покрытия, в общем, все, что способно отражать прямое падение солнца. Очень поможет, если вы отыщите их заранее, где размещать его или ее, когда они прибудут. Второе. Не отправляйтесь в лучшие места сразу. Людям требуется время на разогрев. Ну и фотографу требуется разогрев не меньше. Отведите ваших подопечных в неплохое место, но не туда, где бы вы хотели наснимать больше всего. И еще по прибытии на каждую съемку потратьте время, чтобы выяснить, что там где. Третье. Будьте внимательны к происходящему и между получения кадров. Стоит уделять внимание не только происходящему в кадре, но и съемочной атмосфере в целом. Ведь легко перескакивать от снимка к снимку, но я часто напоминаю фотографам, чтобы они были внимательны и к происходящему между моментами съемок. Четвертое. Всегда удерживайте камеру на готове в поднятом положении. Когда работаете с клиентами, всегда удерживайте камеру в поднятом положении. В процессе получения снимков с их естественной реакцией на шутку или разговор, вы должны быть готовы запечатлеть реакцию, а не момент после. Когда я только начинаю съемку, я обычно смеюсь вместе с клиентами. Это нормально не прекращать общение даже позади объектива, чтобы получить тип реакции, который вам нужен. И напоследок, меняйте ваше объективо. В суматохе проще простого забыть о креативности. Когда такое происходит, не нервничайте, глубоко вдохните, а затем смените объектив. Такое небольшое действие поможет пролить свет на происходящее и взглянуть на вещи иначе. На мой взгляд, такие небольшие советы окажутся полезны, и когда вы подготавливаетесь к съемке, просто напоминайте себе, что нужно забавляться, дышать и успокаиваться. Клиенты более довольны снимками, когда они испытывали приятные эмоции, получаемые в процессе. Если моя парочка покидает фотосессию помолвки, во-первых, более влюбленной, во-вторых, приятно проведя время, и в-третьих, вдоволь позабавившись, то я спокойно, ведь я сделала все, что было нужно в дополнение к получению снимков. Я надеюсь, это помогло вам взглянуть изнутри на то, как и чем мы занимаемся, и как у нас так получается. Если вам хотелось бы больше побывать за кулисами того, чем мы занимаемся, будьте добры, посетите jasminestarstore.com, и надеюсь, вас ожидает приятное время. Перевод выполнен для fotogora.ru